Как перестать привлекать слабых мужчин? Как вылит жизнь девушки, которая считает, что привлекает слабых мужчин? Какое одно из ключевых качеств, по которым мы можем сказать, что мужчина, ну как бы, так сказать, не очень, да? Говорит, вот какие мужчины плохие, вот мужчины не такие, вот с мужчинами что-то не так. Вот я работаю, хожу на работу, вот я как-то двигаюсь, вот я как-то получаю образование, вот я как-то все успеваю. Я же не ною! Жалость, нытье, неверие, негатив. Ой, как все плохо, плохо, все, все, ужасно. На что провоцирует человека? На жалость. Задумайся, это то, ради чего ты родилась? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас мы выясним чит-код, тайное правило. Как же это все изменить? И как, как, в чем же на самом деле причина, почему привлекаются слабые мужчины? Неочевидная причина. Смотри это видео до конца. Буду приводить пример с разборов, которые я провожу регулярно в своем инстаграме. Я провожу прямые эфиры и делаю разборы с участницами, делаю это бесплатно и чуть ли не каждый день. Как выглядит жизнь девушки, которая считает, что привлекает слабых мужчин? Как ее жизнь выглядит? Она вслух или не вслух, что делает? Говорит, вот какие мужчины плохие, вот мужчины не такие, вот с мужчинами что-то не так. Она это может делать вслух по отношению к мужчинам, она может это делать во время встречи с подружками. Она это может делать про себя, да, вот как бы вот мысленно перемалывать какие-то мысли о том, какие же слабые мужчины, как мужчины перевелись. А давайте представим, какое одно из таких ключевых качеств слабых мужчин? Какое одно из ключевых качеств, по которым мы можем сказать, что мужчина, ну как бы, так сказать, не очень, да? Это качество называется неспособность создавать результаты в жизни. Это качество, неспособность, а что мужчина делает вместо этого? Он не может создать результат, но он же не может себе признаться в том, что я не могу создать результат. Ему он, ну это как бы признание собственного поражения, поэтому нужно это как-то заменить. А на что я это заменяю? На нытье. То есть я ною и жалуюсь, какой плохой президент, как раньше жилось лучше, какой курс доллара не такой, начальник плохой, подчиненные плохие, времена не те. То есть по сути, что это мужчина делает? Вместо способности создавать результат, он ноет. Слабые мужчины, согласны вы или нет, поделитесь в комментариях, это те мужчины, которые любят поныть и пожаловаться. А не находишь ничего общего. И ты можешь сказать, Ярослав, ну я-то не ною, я-то не ною. Вот я работаю, хожу на работу, вот я как-то двигаюсь, вот я как-то получаю образование, вот я как-то все успеваю. Я же не ною, а они ноют. Ну что, я же не могу поверить. 11 лет жизни, двое детей, все, тсу под хвост. Но ты поразишься, возможно, если ты сейчас обнаружишь, что ты тоже ноешь. Только ты ноешь по другому поводу. Мужчины ноют, слабые мужчины ноют о том, каким сложно, невозможно. А ты ноешь на какую тему? Не ты, конечно же, подожди, стоп-стоп, прости, не ты, а девушки, которых ты знаешь, они ноют на какую тему? На то, что мужчины слабые, на то, что мужчины нытики. Понимаешь, в чем штука? Она также вместо того, чтобы создать результат и создать классные отношения, или встретить достойную мужчину и создать им классную семью, вместо этого у нее не получается, и она что делает? Она ноет. Ноет по поводу этих ноющих мужчин. И вот они друг друга встречают. И вот они друг друга притягивают. Потому что давай представим людей, которые не ноют. Разве им интересно с нытиками? Нет. То есть мы притягиваем по подобию нашему. По сути, что происходит? Человек свою энергию, свое настроение, свою энергию, которая не бесконечна, вместо того, чтобы инвестировать эту энергию в себя и измениться, изменить жизнь, он тратит эту энергию и сливает на нытье. Сливает на нытье. Слабый мужчина делает то же самое по отношению к результатам жизни. А женщины, которые не удовлетворены слабыми мужчинами, они ноют о том, какие мужчины слабые. Лу-Лу обиделся на меня и ушел из дома. Милая, тебе правда не везет. Поэтому, если ты хочешь это изменить, избавься от нытья. Искорени из своей жизни нытье. Либо же нытье будет притягивать нытье. И понимаешь, вместо того, чтобы, знаешь, правило, чтобы бросить курить, лучше не бросать курить, а лучше привычку курить заменять на какое-то другое занятие. Или же лучше вместо того, чтобы залипать в телефоне, не нужно говорить, я не буду залипать в телефоне. Лучше вместо залипания в телефоне найти какое-то полезное для себя занятие. Например, сходить в тренажерный зал. И также и по поводу нытья. Не просто нужно забить на нытье и перестать ныть. А лучше вот эту энергию, которая тратилась на нытье, заменить на что-то другое. Например, на инвестиции этой энергии в собственное женское самообразование, семейную прокачку. Прокачку в семейной психологии, в прокачку себя как личности. Более подробно мы это разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. А как думаешь, на что на самом деле провоцирует человек, который ноет? Вот как думаешь, ой, я ною, как все плохо. На что этот человек провоцирует? Ну вот просто представь сейчас. Ой, как все плохо, плохо, все, все, ужасно. На что провоцирует человек? На жалость. Он провоцирует на то, чтобы его другой человек пожалел. Что такое провокация на жалость? По сути, я хочу, чтобы со мной согласились на том, что что-то невозможно. Чтобы со мной согласились в том, что у меня не получится, у меня не получается. И на самом деле, когда мы ноем, мы провоцируем других людей на жалость. Мы хотим от других людей получить подтверждение, что у нас действительно не получится. И, конечно же, в этом что-то кто-то виноват. Жалость, нытье, неверие, негатив, пассивность. Задумайся. Это то, ради чего ты родилась? Это то, ради чего ты живешь? Ты точно считаешь, что в этом болоте можно найти алмаз? Ты точно считаешь, что в этом болоте есть счастье? Я так не считаю. Поэтому я тебя провоцирую. Поэтому я тебя призываю не считать себя виноватой. Не обвинять себя в чем-то. Ну типа не обвиняй президента, а себя обвиняй. Нет, я считаю, я тебя склоняю к тому, чтобы ты поняла, что ты не виновата. Просто так устроена жизнь, что все, что в жизни происходит, создаем мы сами. То есть я сам это как-то создаю. Если притягиваю слабых мужчин, значит я это как-то создаю. Нет денег в моей жизни, не было денег в семье, у моих родителей, нет денег у меня. Значит как-то это создавали родители, теперь это же самое как-то создаю я. Или постоянно денег не хватает, постоянные долги. Как-то это создавали мои родители, как-то это создавали мои дедушка и бабушка, и как-то это создаю я. Я могу это изменить. Но мне нужно выйти из некой матрицы. Мне нужно выйти из танца на граблях. Прямо сейчас записывайся на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где мы разбираем темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и выбрать одного, сделать правильный выбор, и как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас кликай под видео, по ссылке и успей записаться бесплатно. Если для тебя это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока!